всем здорова всем здорова сегодня у меня в кадре вот такой мультитул лазермен search будет только обзор небольшое сравнение с моим гонзо также подтяну outrider на сравнение некоторых характеристик и выскажу что я думаю по поводу мультитулов на обзор мне этот мультитул подогнал мой друг михаил за что ему большое спасибо начну обзор наверное с чехла потому что он не очень понравился многие ругают от кожи узермана говорят что сшит он где-то не в америке и так далее но лично мне очень понравилась кожа она такая протертая этот мультитул видал виды всего моего друга и меня он очень понравился на такая добротная похоже чем-то на старые советские ремни и армейские даже на какие-то там браслеты для часов кожаной советского времени как у моего отца были на часах победа ну и так далее внутри есть отделение для одного такого сета специальных бит от лазермана наборе их и две но все таскают собой одну комбинируя не вставляя те инструменты которые больше всего нужны владельцу вот ну что здесь еще сказать больше ничего не скажешь теперь про сам мультитул он очень тяжелый очень давайте я сейчас вот немножко уберу свет включу свои весы посмотрим сколько он весит он весит 340 грамм на сравнение мой гонзо g202 месяц на 90 грамм меньше а викторинок с аутрайдер четырехрядный нож ну грубо говоря еще на 90 грамм меньше то есть можете себе представить какая эта масса ну и плюс чехол с битами я наверно не буду отдельно взвешивать запихну все вместе давайте посмотрим вообще это почти пол килограмм четыреста три четыре грамма такой здоровенный мультитул на этом я весы убираю мультитул этот относится к серии как я понял 115 миллиметровых мультитулов лазерман то есть самых больших надо сказать что мультитул и search выпускается каждый год то есть там по годам разные модели они имеют разные функции например вот здесь у меня мультитул у которого кусачки обычные то есть а бывает я видел со сменными твердосплавными насадками для перекусывания проводов какого это года модель я к сожалению не знаю но в целом она характерна для всей линейки search так замеряя размеры штангенциркулем ну поскольку его ширина изменяется я где-то вот здесь середине захвачу это примерно 35 миллиметров для сравнения гонзо вот здесь середине это 38 миллиметров но здесь он видите резко расширяется краям толщина у лазермана 21 миллиметр чуть меньше 20 и 7 десятых на глаз здесь же меньше 17 16 и 7 так что этот гораздо компактнее так теперь приступим к основным инструментом к основным инструментом следует отнести клинок их тут целых два первое имеет плейновую заточку однорукое открывание и очень хорошую фиксацию лайнер локом чем его удобно лично мне удобно открывать одной рукой и одной же рукой складывать хотя сам он довольно большой в руку ложится плохо лучше работать в перчатке тем не менее при общей длине 115 миллиметров длина клинка очень большая как для мультитула если вот так сравнивать наискосочек я сейчас померю меня получается 77 миллиметров для сравнения возьму outrider длина у него в сложном состоянии 111 миллиметров то есть на 4 миллиметра меньше а клинок как вы видите почти такого же размера если померить на режущей кромки составляет 80 миллиметров то есть всего лишь на 3 миллиметра больше чем у лазермана что как по мне так для мультитула большой плюс ну и здесь не очень удобный лайнер лок но это отдельная история с другой стороны находится серийторный клинок для того чтобы вы отличались серийтор на ощупь вот здесь вот на обухе нанесено такие вот ребра ну и плюс вот такой серийтор просто показываю без комментариев тоже лайнерный замок помимо двух клинков здесь есть также универсальный инструмент который вы можете менять так он фиксируется нормально в данном случае мой друг прикрепил сюда напильник но здесь может стоять пила которая может складываться два сильно проигрывает тому же самым аутрайдером где-то примерно пила я между только по зубям на два сантиметра короче чем на аутрайдере конечно можно сюда вставлять любые другие инструменты плюс пила здесь с лайнерным замком так сейчас я попробую это сделать вот вытаскивается здесь вы видите зацеп куда подходит обычные пилки от лобзика зацепили то есть вы можете поставить сюда длинную пилку от лобзика но в этом случае складываться она уже не будет ее нужно будет носить отдельно например в чехле и каждый раз вставлять но в отличие от аутрайдера здесь есть лайнерный замок аутрайдере пила складывается просто так здесь slip joint и наконец здесь есть ножницы ножницы я достану в своем ноже в своем мультитуле гонзо просто покажу я этот мультитул в том числе брал из-за ножниц но в целом считая это неправильным решением во первых ножницы здесь довольно уродливая начиная с какой-то серии не стали поставляться вот так их надо сложить потом брать выглядят они просто как имбицил переросток имеют плохую заточку принципе они режут ногти но как-то значительно хуже чем вот на лазермане есть ощущение что все таки эти ножницы хуже и имеют довольно короткую режущую кромку по сравнению с лазерманом на лазермане конечно кромсать ножницы те же самые ну гораздо удобнее гораздо лучше но тем не менее лазерман вовсе не самый лучший представитель складных ножниц все-таки аутрайдер но вообще викторинокса в целом гораздо лучше ножницы здесь смотрится гораздо изящнее они лучше заполированы брать их в руку удобнее есть конечно небольшой недостаток вот с этой пружинкой она может вылезти и надо обязательно следить за этим при складывании но тем не менее как ножницы несмотря на меньшие размеры длина режущей кромки у ножниц точно такая же как на лазермановских и вот мне с ними гораздо удобнее плюс меньший вес и размер самого ножа то есть вот ножницы на утрайдеры гораздо лучше на гонзо гораздо хуже ну и как все основные инструменты на лазермане они имеют фиксацию в виде лайнер лока так теперь переходим к основному инструменту это пассатижи или я бы точнее сказал тонкогубцы на лазермане я сравню их со своим гонзо вот на гонзо они гораздо толще то есть такое ощущение что на гонзо их обрезали вот здесь а на лазермане продлили и мне кажется в этом есть особый дзен лазермана потому что если сравнивать эти пассатижи с обычными не складными то есть фиксированы даже китайскими приличного качества любой мультитул в том числе и лазерман проигрывает и проигрывает значительно вот эти тонкие губки они дают возможность выполнять тонкие работы не дать недоступны обычным пассатижем только специальным тонкогубцам а вот с тонкогубцами такой лазерман вполне может конкурировать по своим прочностным характеристикам но это на мой взгляд я и много чего не ломал ничего не делал но в этом он однозначно выигрывает у гонзо которые мелких работ не может выполнять в принципе дальше стоят кусачки проводов они одинаковые абсолютно на мой взгляд они хорошо справляются с одножильными проводами и совершенно не могут перекусывать многожильные делал я вилку к проводу приделывал до своей тети вот и пытался перекусить и этими этими кусачками оба заживали провод до конца не перекусили пришлось резать ножом возможно ситуация улучшается если использовать и у того и другой фирмы есть кусачки где вставляются сменные такие на винтиках твердосплавные ножи для кусачек не знаю не пробовал но здесь по факту они довольно убогие вот и значит здесь в ручках у лазермана есть дополнительные инструменты очень важные пару слов пару слов вообще конструкции я брал гонзо именно потому что все инструменты находятся здесь и когда ты пользуешься ими как пассатижами вот здесь есть плоскость а здесь насечка на которой можно приложить усилия потому что предыдущий китайский с бук более дешевые мультитула но не им меня в этом плане совсем раздражали на лазермане как раз такая конструкция здесь пола ручка толстые накладки и инструмент но лазерман есть лазерман вот эти стенки они сделаны очень толстыми и очень округлыми и на самом деле этот лазерман гораздо удобнее и вы можете создать голой рукой без перчаток больше усилий чем даже на гонзо но усилий наверное одинаковая но он гораздо приятнее лежит в руке вот намного приятнее в любых ситуациях так что по инструментам здесь есть большая отвертка малая отвертка и шило с дыркой для шитья давайте сравним эти инструменты с аутрайдером отвертка на утрайдере несмотря на свою массивность примерно на 1 миллиметр уже чем на лазермане но надо сказать что это очень неудобно то есть в бытовых целях вот эта отвертка лом она особенно нужна большинство винтов которые нужно регулировать и усилия на которых хватает вот этого ножа потому что вы можете просто развернуть накладки они все-таки здесь заклепаны так вот нужно отвертка наоборот поуже потому что она просто во многие технологические места не вылезает например пытался я регулировать доводчик на входной подъездной двери и он не просто туда в потайное отверстие не влезал там винт такой внутренний вот а здесь она еще шире также отвертка часовая есть вот отвертка часовая это конечно очень хорошо я себе для утрайдер отдельно докупил и вкрутил здесь она уже есть но прелесть лазермана в том что она как часовая так и крестовая вам нужно вытащить ее перевернуть и у вас будет вот такая маленькая часовая крестовая отвертка она зажимается пружинкой все отлично так теперь посмотрим шило ну шило в целом мне не нравится шило не на не там не тут но конечно на викториноксе как бы их рядом поставить викториноксе это шило гораздо аккуратнее возможно как развертка это будет настолько же хороша но опять-таки смотрите вы когда будете выполнять развертку диаметр очевидно будет гораздо больше чем у викторинокса ну и очень важное преимущество заключается в том что шило ну и все остальные инструменты здесь они в обязательном порядке на лазермании фиксируется чего нету на викториноксе и иногда часто это шило может просто сложиться надо либо вот так держать не давай ему сложиться либо вообще убирать руку на всякий пожарный случай потому что здесь довольно острая кромка и можно прилично повердить себе руку этого конечно лазермании не произойдет здесь вот такой хороший замок как он там за бэк локти по и так далее с другой стороны здесь находится нож для консервов и бита держатель нож для консервов отдельно рассматривать я не буду потому что у меня есть целое видео я там сравнил в том числе это нож а бита держатель я сравню с аналогичным бита держателем на своем гонзо на моем гонзо 202 он не фиксируется то есть просто slip joint и он может сложиться здесь конечно же он фиксируется вот этим бэк локом только после этого можно сложить но я бы не сказал что лазерман намного лучше значит что хорошо в нем это очень аккуратный хорошие биты но если вдруг что с ними произойдет вам нужно будет покупать точно такие же бита лазерман никакие другие вам не подойдут здесь же через переходник который входит в комплект вы можете устанавливать любые шестигранные биты стандартного размера и собирать себе вот эту инструментарий по вашему усмотрению такой какой нужен хоть по одной бите можете собирать и укладывать магнитный держатель не дает вывалится конечно на гонзон сделал гораздо хуже большие люфты но тем не менее я думаю что никто не сможет воспользоваться этим инструментом как полноценная отвертка их качественный то есть для закручивания каких-то легких винтов то есть легких работ подходит оба для тяжелых оба не подходит несмотря на то что лифты здесь больше в целом если разобраться примерно паритет меняется он здесь вот так переставляется удерживается вот такой пружинкой так ну основном во всех инструментах рассказал теперь некое резюме по итогам всего обзора я считаю что такой предмет он узко специализированный я не могу порекомендовать его широкому кругу почитателей ножей и мультитулов для простых и несложных работ лучше приобрести дешевый китайский мультитул но более менее фирменный например гонзо на качество у него заметно хуже чем у лазермана но ребят цена почти в десять раз меньше вот это до сих пор стоит меньше тысячи в китае в то время как этот около десяти на худой конец можно взять гонзо серии 300 там бывают разные модели у них здесь тоже бывает клинки с одноруким открыванием фиксации там ну то есть клинок в открытом положении все инструменты фиксируются и так далее почему потому что все равно пользоваться этим инструментом как полноценной замены отверток пассатижи нельзя а для простых таких не очень сложных не очень силовых работ вполне подходит и китайцы такой инструмент как лазерман он основном подчеркивает статус и вкус своего владельца что он не просто какой-то там пацана что он в курсе что он зарабатывает и так далее если для вас престиж очень важен то милости просим лазерман это ваш выбор в остальных случаях это уже не столь очевидно вот например данный инструмент покупался на ebay сто тысяч лет назад когда доллар стоил даже еще не 30 рублей а дешевле даже не знаю когда но обошелся он довольно дешево наверное тогда покупать китайские смысла не было лучше было чуть-чуть добавить и купить более качественный может быть там меньшего размера но все-таки лазерман сейчас даже в самых дешевых магазинах там пример вконтакте продавцы продают и так далее отдельно все равно довольно высоки и несмотря на более высокое качество я такую покупку очевидный вот не считаю но это было мое личное мнение возможно ваше мнение отличается от моего так что пишите аргументируйте я буду благодарен всем спасибо за просмотр и до новых встреч